МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители древней Эллады выкапывали этот цветок только под покровом ночи. В Армении в его честь возносили молитвы, а в Японии из его лепестков готовят пирожные. А большинству из нас, россиян, привкус его корней знаком по вкусу напитка Байкал. Марьин корень, король цветов, цветок императора, эмблема императора и, наконец, сердечная ягода. И все это об одном и том же цветке, а красавце – ароматном пионе. Сегодня о том, как его вырастить и обустроить на своих грядках, мы поговорим вместе с агрономом Яной Дроздовой. Яна, добрый день. Добрый день. Вот нравится ли тебе лично пионы? Пионы – это замечательные растения. Конечно, я их очень люблю. Они прекрасно цветут, у них ароматный запах у некоторых представителей сортов. Ну, конечно, очень здорово. Ну, наверняка, коль уж ты любишь наслаждаться этими растениями, то и знаешь, как правильно их посадить, за ними ухаживать. Вообще, это трудоемкие в обслуживании растения или нет? Все зависит от сорта, зависит от того, какой пион у нас травянистый или древовидный, либо это ито-гибриды, и, соответственно, и уход, и посадка, и все от этого текает. Насколько я понял, Яна, это классификация. Простые травянистые пионы, затем древовидные и ито-гибриды. Вот, насколько я понимаю, это три совершенно разных групп растений и по уходу, и по выращиванию, и по посадке. Это так? Да, правильно. Но есть, конечно, какие-то общие черты, которые объединяют все эти разновидности. Например, они не любят залегание грунтовых вод близко. Любые пионы, они этого не любят. Особенно реагируют, конечно же, древовидные пионы. Но в целом это разные, конечно же, группы. Ну, наверное, начнем со всем известных травянистых пионов, которые чаще всего растут у нас в саду. И не один, даже десяток лет, бывает, растут на одном месте. Это пионы травянистые, вот как раз те, которые находятся за нашими плечами. Тут уже, смотрю, и шмели хорошо там работают. Вот они какие замечательные. Что касается травянистых пионов, это самые простые в уходе или нет? Они просты тем, что они не требуют укрытия на зиму, так как они, часть листвы, она отмирает. То есть надземная часть практически вся. Надземная, да, поэтому они, в общем-то, травянистые. Соответственно, полив нужно осуществлять только во время цветения, как правило, в другой уже период они не требуют. Ну и хорошая зимовка, и особого ухода не требует. Вот я много читал в научной литературе, что правильная посадка пионов осуществляется либо ранней весной, либо уже осенью. То есть в летний период мы такие манипуляции, в принципе, не производим. Но сегодня появились другие возможности. Вот что касается нашего времени, вот сейчас, начало июня, самая почти макушка лета. Можем ли мы посадить пионы, если уж так хочется? Допустим, у нас пустой участок, и нет этих растений. Значит, по поводу посадки летом, именно летней посадки, конечно же, она опасна тем, что, допустим, если мы выкапываем сейчас куст, вот прямо отсюда из грядки, и начинаем его высаживать, даже если мы все сделаем правильно, мы сострижем бутоны, листву, оставим 10-15 сантиметров, все хорошо прольем водой, добавим корневина, то есть сделаем все правильные... Шаги в этом направлении. Да, по технологии. Все равно у нас 2-3 года пион будет очень-очень плохо цвести в этом случае. Это нужно учитывать. Но он приживется. Вот оно что. Да. Хорошо. Празится на это. Но если мы... Речь идет о посадке в закрытом грунте, как, например, вот у нас растения, которые выращивались в таком контейнере. А, с закрытой корневой системой. С закрытой корневой системой. То есть при пересадке она не будет сильно повреждаться, правильно я понимаю? Да, она не будет сильно повреждаться. Опять же, нужно все правильно, технологически все сделать. То есть обрезать немножко корневую систему, поддержать в марганцовке какое-то время. А мы сейчас все покажем, как это делается. Ян, мы никогда не ищем легких путей. Я понимаю, что до осени ждать еще долго, что до весны еще дольше. Поэтому у нас есть июнь, у нас есть посадочный материал, у нас есть пионы. Поэтому предлагаю заняться посадкой прямо сейчас. Что нам для этого понадобится из необходимых материалов и оборудования? Нам понадобится растение, нам понадобится вода. Я пока отставлю ее в сторону, потому что у нас здесь будет посадочная яма. Нам потребуется лопата, какая-то тяпка, и раствор либо марганцовки, либо бедный купорос, либо максим, ну что-то такое, которое обеззараживает почву. Я предлагаю мне вручить лопату. Мы выбрали место с уже растущими кустами и начинаем выкапывать ямы. Ян, вообще, какую почву любят пионы? Вообще, они любят легкий суглинок, песчано-суглинистую. Но что касаемо посадочной ямы, тут важно учитывать вот какой момент. В принципе, как это правильно делать? Делается ямка где-то 60 на 60, 40 сантиметров в глубину. Она готовится за 3-4 месяца, чуть ли не за полгода. Это по технологии, это как прям, чтобы идеально было. То, что доктор прописал. Да, но это речь идет, когда у нас жесткая глина или еще какая-то не очень хорошая почва на участке, не очень хорошие условия. И делается еще дополнительная дренажа щебня. Но когда речь идет о нормальной почве, мы знаем, что у нас листский уровень грунтовых вод. То есть он не поднимается выше полтора метра, скажем так. И она у нас достаточно рыхлая, хорошая почва. Уже таких вот суперприготовлений уже не требуется. Достаточно. Вот, допустим, вот когда у нас идет вот такой вот куст, вот мы приобрели где-то в питомнике, такое растение. Мы где-то 20 сантиметров вот по краям делаем. И в глубину, ну, буквально еще вот немножечко. Яна, я считал, что для пионов самое главное, это не заглубить. Иначе цветение просто не дождешься. Да, пионы они не любят заглубления, заглубленные посадки. И вообще очень, конечно, реагируют на это. И опять же, как я говорила, они очень реагируют на воду, на подтопление корневой. Излишнюю влажность. Да, да, на подтопление. Да и вообще, когда полив, вот речь идет о поливе, об уходе, лучше всего пионы вообще поливать, когда они цветут. И уже не особо не заливать их водой, когда уже все отсвело. Тем более, насколько я понимаю, корневая система у них глубоко проникает достаточно в почву. Ну, в принципе, от сорта очень много зависит. Вот оно что. Есть еще разные сорта. Некоторые у них достаточно сильно уходят корневая. Там полметра может идти. Да, почва хорошая. Тут есть и кусочки глины, и песок. В общем, то, что идеально подойдет, мне кажется, для пиона. Да, ну, в принципе, мы можем вот так вот поставить в горшки и посмотреть вообще, насколько глубоко она уже подходит. Насколько она подходит. Ну, вот мы видим, что все уже хорошо. Да, все замечательно. Следующий этап. Посадочная ямка готова. Вот это сорт замечательный Сара Бернар. Он махровый, очень красивый. Значит, горшок мы должны снять. Вот тут вот уже корневая система, она переросла. Что в таком случае делается? Вот. Это довольно частое явление, когда мы покупаем растения, они вот в таком у нас виде. Мы берем секатор. И совершенно того не боясь, мы срезаем вот эти корни. То есть нам они совершенно, мы можем на это не переживать. По этому поводу мы их обрезаем. Мы делаем здесь, освобождаем, чтобы это было видно. Вот мы... Прямо с самого основания? Да. Сейчас я положу, так неудобно. А может быть вдоль разрезать горшок? Ну, можно вдоль попробовать. Вообще, конечно, правильно секатор вот так держать, ну, в зависимости от задачи. Вот. Ну, значит, в данном случае, когда мы проводим все вот эти вот над ним операции, мы должны обязательно его потом защитить. Угу. Значит, что для этого... Корневая система у нас уже в любом случае повреждена. Да. Мы корни укоротили. Мы их укоротили. Мы над ними провели обрезку. Небольшую, частичную. Давай-ка я снизу здесь. То есть нам важно что? Чтобы у нас корневая система наращивала всасывающие корешки, которые будут получать питательные вещества. Ага. То есть нам вот этот большой корень, он, в общем, мы можем его спокойненько... Сейчас я здесь подрежу. Да, резать. Как он врос? Сразу видно, что растение мощное и достаточно взрослое. Не один год ему убрать остатки. Да, режем. Спокойно режем. Ничего не боимся. Есть. Освободили. Освободили. Дальше что мы делаем? Мы, опять же-таки, берем секатор. И мы срезаем верхнюю всю вот эту часть. Где-то оставляем 10-15 сантиметров. Как жалко. Очень жалко, но вот эти вот... А можно мне такой букетик? Это, да, можно поставить букет, и он будет очень стоять у нас и рад. Какой запах! Вот этот сорт очень тушистый. Это вообще классика, классический сорт. Сара Бернард, травянистого пиона. Угу. Ну что, у нас вот в итоге... То есть у нас получились вершки, которые у меня в руках, и корешки, которые у тебя. Вершки мы пока отложим. Значит, что можно в данном случае сделать? Во-первых, обязательно мы должны либо пролить марганцовкой ямку посадочную, либо с полчасика подержать. Для того, чтобы как раз свежесрезанные корни у нас обеззаразились. Да. Для того, чтобы не пошли никакие гнили и так далее. Да, и плюс еще для чего мы все это делаем? Чтобы у нас влага не испарялась, и больше питательных веществ у нас поступало в корни. Угу. Соответственно, чтобы не... То есть мы земляной комнат хорошо замачиваем? Да, мы замачиваем его. В принципе, вот это вот можно еще поделить. Ну, он еще не достаточно большой, разросшийся. Обычно на 5-7 год делим пионы. Поэтому мы можем вот так вот его еще оставить. Вот мы помочили. В принципе, в идеале на полчасика оставить, потом просушить полчасика. И, что очень важно, смазать золой. Срезы кресту? Вот эти срезы, которые мы сделали, да. Снизу. Нам нужно их смазать золой, но это нужно делать, когда у нас чуть просохнет. Ну, мы сделаем это сейчас. Но, в принципе, это делается, когда немножко просыхает все уже. Хорошо. Вот. Прямо в древесную залу мы опускаем. Да. И припудриваем хорошенько для того, чтобы у нас свежие раны быстрее затянулись боевые. Да. Вот оно что. Вот у нас теперь появилась вот эта вот вся штука. Мы ее укладываем, трамбовываем. И нам бы, конечно, по-хорошему нужна земля. Я понял. Ну, так как у нас земля здесь, в принципе, подходящая, то мы можем в основании немножко ее засыпать, да, насколько я понимаю, чтобы приподнять немножко растение. Много надо поднимать. Вот так. Да. Ну, когда у нас, допустим, ито-гибриды, к примеру, вот с ними лучше все-таки дренаж сделать, потому что это очень дорогие растения, сорта. Если мы их потеряем, это будет просто трагедия. Это будет действительно потеря. Потеря, потеря. Яна, а можно мы используем вот ту воду, в которой растворена аморганцовка, еще для полива ломки? Да, конечно. А давай-ка мне сюда ведро. Угу. Прямо в самое основание мы сюда подливаем, чтобы еще более обезопасить наше растение. Да, вот так подержим. Так, ты придерживаешь, а я буду подсыпать тогда землю с разных сторон для того, чтобы все у нас получилось правильно. А пока мы закапываем, Яна, у меня такой вопрос. Есть ли какие-то самые распространенные вредители и болезни у пионов? Чего они боятся? Пионы, они достаточно часто поражаются всякими грибными заболеваниями. Вот оно что. Если мы, опять же-таки, все правильно сделали, посадили и в марганцовке, либо медный купорос, либо максим провели, вот, то есть, подержали полчасика, обеззаразили все это, то все будет в порядке, у нас не будет проблем. Значит, мы можем столкнуться с тем, что у нас на бутончиках много сахара. И они липкие, такие сахаристые, их очень любят муравьи. Вот оно что. Да, вот с этим, вот с этой проблемой можно достаточно часто сталкиваться. Есть специальные средства, которые есть в продаже, они, их очень много, как-то отдельно их называть. Смысла нет? Смысла особого нет, да, потому что они, в общем-то, у нас достаточно распространены и доступны. Я предлагаю сделать небольшую бороздку, чтобы сюда еще залить воду, чтобы у нас действительно фион хорошо укоренился. Хорошо в эту яму все-таки посадочную загружать землю специально подготовленную, да? Желательно. То есть это лучше черноземная? Это лучший компост. Ну, чернозем тоже хорошо, но он достаточно потный по своему механическому составу. Лучший компост, он рыхленький, хорошенький, и в нем очень много питательных веществ. Компост и песок. А сейчас я предлагаю на время отвлечься от цветочной темы и поговорить об овощных культурах. Ведь не зря говорят, проще паренной репу. Но прежде чем репу запарить, ее нужно вырастить. И пусть эта овощная культура сегодня не в таком почете, как, допустим, редис, укроп, или такие же распространенные культуры, все равно репа должна занимать на нашем столе вполне достойное место. Потому что это очень вкусный и, самое главное, продуктивный и нетрудный выращивание овощей. Сегодня мы займемся как раз посадкой репы. Как и любая культура, которая дает нам корнеплоды, репа требует специально подготовленной почвы. Почва должна быть рыхлой, дышащей. А это значит, что перед посевом этой овощной культуры мы должны хорошо взрыхлить грядку, удалить все возможные сорняки, чтобы эта культура чувствовала себя наилучшим образом. Сейчас на дворе май и начало июня, а это значит, что можно высевать практически любые культуры. И репа здесь не исключение. Для получения богатого урожая нам нужно примерно 50-60 дней. Это именно тот срок, за который репа вырастает до своих кондиционных размеров. Она может достигать до 1 килограмма. После того, как мы взросхлили хорошенько почву, мы с вами приготовим грядку. Глубина заделки семян репы составляет примерно 1,5 сантиметра. Вот я отведу специальную грядочку, хорошенько взрыхлю. Чем хороша сегодняшняя погода, это тем, что мы ожидаем осадки. А это значит, что при посеве мы можем семена репы не поливать. Все сделает за нас дождь. И это нам на руку. На сегодняшний день существует масса всевозможных гибридов. Вот, например, посеем репу миланскую. Почему бы и нет? Откроем пакетик. Семена у репы, как и у всех крестоцветных, достаточно крупные. Я высохлю их себе на ладонь. Самое главное – не загустить посевы. Дело в том, что расстояние между отдельными растениями должно составлять не менее 10 сантиметров. Это именно то расстояние, которое необходимо для возревания крупных корнеплодов. Итак, мы берем семена и спокойно приступаем к посеву. Если мы уверены в хорошей всхожести семян и в хороших гибридах, соответственно, то мы можем высевать семена на достаточно большом расстоянии, не прибегая затем к прореживанию. Несмотря на то, что репа – это холодостойкая культура, лучше всего высевать ее в почву, которая достаточно прогрелась. И делать это не раньше середины апреля. В принципе, одного пакетика семян хватит для того, чтобы обеспечить этим корнеплодом целую семью. Можно использовать репу не только печеную, но и приготовить из нее всевозможные первые блюда, вторые и так далее. Все по вашему вкусу. Репа – это действительно очень отзывчивый овощ, и он хорошо реагирует на всевозможные подкормки. Поэтому, если почва на вашем участке недостаточно плодорудная, то внесите комплексные органоминеральные удобрения. Это поможет хорошо сформироваться корнеплодом. После посева аккуратными движениями присыпьте семена рыхлой почвой, и можно считать, что на этом основной этап завершен. Но, когда вы посеяли любой овощ, не забудьте подписать, какой сорт и где именно он посеян. Пока вы не забыли, возьмите карандаш и специальной маркировочкой и отметьте, какой сорт. Коль у нас это репа, так я и запишу. Это репа миланская. А еще хорошо, если вы отметите дату посева. Это поможет вам предположить, когда именно вы сможете получить свой первый урожай. Итак, сегодня 1 июня. Значит, отсчитываем два месяца. Июнь, июль. То есть в конце июля или в начале августа вы уже можете собрать урожай репы. Оп! Поставили маркировочку и забыли. Я желаю вам, чтобы в этом году на вашем участке удались не только цветы, но и плодовые и овощные культуры. Ян, вот мы посадили с тобой растение, но у него нет ни одного листа. И у меня подозрения возникают, выживет ли пион или нет. И когда он станет по-настоящему облиственным. На данный момент в пионе достаточно уже накоплено питательных веществ. То есть в корневищах его? Да, в корневищах. И, соответственно, этого хватит для того, чтобы пион у нас хорошо укоренился. И до осени он у нас... А, еще у нас есть такая интересная вещь. В пионах у нас есть почки возобновления. То есть, соответственно, что через какое-то время у нас проснутся вот эти почки. Они находятся прямо у основания. Да, они находятся у основания. И буквально через какой-то период времени, достаточно быстро, они дадут ростки. Понятно. То есть, это растение в этом году даст листья. Но когда ждать цветов? Значит, так как мы все-таки сделали посадку летом. Да и вообще, в общем-то, даже это, наверное, не самое главное. Важно то, что если мы сажаем пион где-то в 2-3 года, когда ему такой, он еще небольшой. То еще в ближайшие 2-3 года, на следующий год, надо обязательно будет срезать бутоны. Чтобы у нас лучше развивалась корневая система. Через год, опять же таки, не давать ему процвести нормально. И уже на третий год он будет шикарно цвести. Ну, если уж мы описали вот такой трехлетний цикл на ближайшее время, то сколько вообще пион может расти на одном месте? Сколько он на одном месте может цвести? Очень долго, десятки лет, там до 50 лет он может. То есть спокойно? Мы иногда его, конечно, подкармливаем? Мы его подкармливаем, мы его должны периодически делить, пересаживать, немножко разряживать посадку, но в целом 50 лет он может расти на одном месте. Как хорошее дерево, даже дольше многих культурных деревьев, которые мы сажаем на своем участке. Ну, в общем, да. Один раз потратились на посадочный материал, причем хорошего качества, насколько я понимаю. Да, конечно, надо выбирать и питомник соответствующий, проверенный, чтобы материал был. Чем лучше посадочный материал, тем лучше уже гарантирована дальнейшая приживаемость и стабильный рост. Материал с закрытой корневой системой все-таки на сегодняшний день является больше в приоритете, насколько я понимаю. Он, да, он удобен, потому что удобен чем? Вот пришел человек, он увидел, как это цветет все красиво. И сейчас хочется, не ждать, не завтра, не послезавтра, а сейчас. Естественно, когда питомник есть в наличии, именно в закрытом корне, это замечательно. Ян, мы посадили растение. Мы дождались, пока появятся листва, и наступает осень. Что происходит? Нужно ли пионы укрывать? Нужно ли пионы каким-то образом окучивать? Что нужно делать по осени? Опять же таки, от сорта зависит. Есть сорта, который до поздней осени сохраняет сочную зеленую листву. Если у нас сорт, скажем, больше ориентирован на декоративность цветка и не предполагает длительное именно сохранение листвы, то мы его, когда мы видим, что уже нет красивой декоративной листвы, мы его просто срезаем. Вот, и все. Это у нас, можно сказать, является подготовкой к осени. То есть, в принципе, травянистые пионы достаточно хорошо зимуют? Да, они прекрасно зимуют. Значит, первые два года можно перестраховаться, накрыть либо лапником, либо что-то таким, но это необязательно. А в снежную зиму просто подокучить снегом для того, чтобы, по крайней мере, в этом месте собрался снег, и при таянии его образовалась весенняя влага, которая необходима, я думаю, этому растению. Да, конечно. Яна, мы обратили свое внимание на травянистый пион, посадили его правильно, а сейчас настало время обратить внимание на другие группы. Пойдем? Да. Яна, а вот у нас, получается, за спиной сразу два вида. Это пион травянистый и ито-гибрид. Вот в чем отличие травянистых пионов и ито-гибридов? Вообще, почему они называются ито? Да. Значит, ито-гибриды – это межсекционные гибриды между травянистыми, травянистыми пионами и древовидными. У нас следовали от материнской, у них идет травянистая часть, которая отмирает, и ароматный запах. От древовидных они у нас следовали форму залегания почек, как они в структуру почек. У нас следовали красивый, мощный цветок и зимостойкость. Вот как раз, чтобы было понятно, да, все три разновидности показать. Это у нас обычный травянистый, это у нас ито-гибриды, а это вот древовидный. Древовидный. Сразу видно, что основание, как у кустарника, ничем не отличается, прямо дерево деревом. Да. И это то, что не отмирает, это то, что в течение всего года находится над поверхностью земли. Это получается, это папа. Да, это у нас папа. Это папа. А это у нас мама. Это мама. А получились ито-гибриды. Почему они так называются, Яна? Ито, они называются в честь селекционера, который их открыл. Смысл в том, что хоть он их открыл, но он так и не дожил до своего открытия. Он их скрестил. Он их скрестил, да, он вывел, там было более 1200, ну, по некоторым источникам, около 1200 скрещиваний. Получил он 36 семян, из которых 9 проросло, и только 6 дало нужную селекционную, то, что он пытался достичь. Это все за счет того, что эти растения не родственники, вернее, дальние родственники. Да, это и называется, поэтому, межсекционные гибриды. Скажи, а какие-то есть особенности ухода за ито-гибридами и травянистыми пионами? Вот сейчас, в пору цветения. Ну, например, вот когда цветут у нас травянистые пионы, вот мы видим, вот эти пасынки идут, они, в принципе, не нужны. Тоже цветочные почки, которые на отдельных... Да, мы их просто убираем, чтобы они не забирали питательные вещества и не мешали нам цвести основному бутону. То есть мы возьмем и уберем? Да, вот мы их убираем аккуратненько. А с ито-гибридами мы такую манипуляцию не проделываем? А вот с ито-гибридами, да, мы такое не делаем. У нас все бутоны цветут равносильно и мощно. Мощные, красивые бутоны. Яна, а чего мы добиваемся, обрывая вот такие цветочные пасынки? У нас при этом будут цветы дольше цвести, либо они будут более крупными? Они будут более крупными. То есть мы добиваемся этого для срезки. А в принципе, если у нас на кусту все растет, то... То не обязательно. Яна, о пионах можно говорить бесконечно. И надеемся, что хотя бы часть информации, которую мы сегодня поведали цветоводам, у них в голове отложится. И они будут правильно ухаживать за этими растениями. Большое спасибо. Разговор мы этот продолжим. А наша программа подошла к концу. Мы встретимся с вами ровно через одну неделю. Для того, чтобы услышать очередные загородные премудрости. С вами был Сергей Новиков. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok